Казахстан Абишевич Назарбаев Восстан Абишевич Назарбаев Восстан Абишевич Назарбаев Восстан Абишевич Назарбаев В начале 20 века в национально-освободительное движение пришли новые люди. Они выбрали путь политической борьбы и это стало новым явлением. Еще одним значительным событием стало обучение выходцев из зажиточных семей в разных учебных заведениях. Появились первые образованные люди. Многие из них были знакомы социалистическими идеями. Обучаясь в центре России, прошли школу борьбы. На формирование их политического мировоззрения оказали влияние, во-первых, казахская действительность, реальное положение дел в степи, во-вторых, рабочее революционное движение в России. Национальное демократическое пробуждение на просторах Российской империи началось еще на рубеже 19-20 веков. В этом отношении характерно составление в 1905 году в Казахстане знаменитой каркаролинской петиции. Текст этой петиции, документы, связанные с петицией, не были известны долгое время и вот только последние годы стали доступны исследователям. В частности, не только сам текст петиции, состоящий из 47 пунктов, но и телеграмма, которую отправили 22 июля 1905 года, видны представители степи. Среди них мы видим крупных деятелей интеллигенции того времени, поэтов, известных людей. Можно назвать несколько имен, такие как Нормомет Румометов, Умар Тулебаев, ряд других крупных деятелей. Нурекенов, известные политические деятели начала 20 века. За активное участие в политической борьбе участников освободительного движения преследовала царская власть. Их арестовывали, заключали в тюрьму, отправляли в ссылку, закрывались газеты, уничтожались тиражи книг, зовущих народ к пробуждению. Архивы сохранили телеграмму, поступившую из Минска в Каркаралы в марте 1917 года от представителей интеллигенции, выполнявших миссию по защите казахов, находящихся на тыловых работах в Первой мировой войне. В ней приветствуется февральская революция, взошло солнце свободы, равенства, братства всех народов. Содержится призыв к поддержке нового демократического строя. К работе в контакте со всеми национальностями по подготовке к учредительному собранию. Провозглашается лозунг «Земля тому, кто извлекает из нее доходы скотоводством и земледелие». Под документом стоят подписи лидеров будущего движения и партии «Алаш» – Алихана Бакейханова, Миржаки-Падулатова и их соратников. Интернациональные и демократические идеи этого документа впоследствии легли в основу политической платформы нового движения. Первый всеказахский съезд, состоявшийся в июле 1917 года в Оренбурге, принял решение о создании политической партии «Алаш». На втором всеказахском съезде в декабре того же года было принято постановление об образовании «Алашской автономии», создано правительство «Алаш-Ордан». Люди европейского образования и воспитания, они не могли не быть интернационалистами. Построить новый дом на казахской земле были намерены вместе с разноязычным и разноконфессиональным населением всего Казахстана. Ссориться с кем-либо из них не входило в планы движения. На втором всеказахском съезде на этом особенно акцентировалось внимание. Примечательно, что из 25 мест Временного национального совета «Алашской автономии» квота 10 мест предоставлялась представителям других национальностей. Войска «Алаша» были созданы с участием инструкторов из числа русских офицеров. Телеграмма о предстоящем объявлении автономии Киргизского края от 15 января 1918 года имеет интернациональный характер. Она была подписана комиссаром области Ляшкевичем, председателем Киргизского комитета Марсековым, председателем Крестьянского совета Самарин. Деятели «Алашского движения» были готовы к конструктивному диалогу и сотрудничеству со всеми партиями и движениями, представлявшими реальную силу в Российской империи. Будь это атаманы Дутов, Колчак или сибирские автономисты. Колчак изложил свою позицию на государственном совещании в Уфе 8 сентября 1918 года. Не признавать правительство Аллаш-Урды, Башкирии, Тюрка-Татар, а признавать только культурно-национальную автономию. Казахские национальные лидеры вскоре сознательно отошли от своих союзников – Колчака, Дутова и других, пишут историки, и стали вести переговоры с советами, не желая гражданской войны. «13 февраля 1919 года на совместном совещании представителей Всекирдийского национального совета с участием представителей Башкирии решено было перейти на сторону советской власти. «Наш переход был согласован с казахами, над которыми возникла угроза уничтожения», – писал в воспоминаниях лидер башкирского движения Закива Леди Таган. «20 февраля 1919 года полки на моих глазах перешли на сторону красных. Я наблюдал за движением войск. Приветствуя солдат, я с трудом сдерживал слезы. Многие солдаты плакали. Когда переход закончился, я припал к плечу вестового Ахмедзяна и зарыдал на взрыв. Мы пожертвовали идеалами свободы и демократии». Можно предположить, какие чувства испытывал, например, Мухаммеджан Танышбаев, взявший на себя личную ответственность за безболезненный переход войск Халаша на сторону большевиков. Или Алихан Букиханов, которому выпало приложить высочайшее дипломатическое искусство по политическому урегулированию новых взаимоотношений с победившей властью Совета. Тем более, зная о постановлении Совета народных комиссаров о красном терроре от 5 сентября 1918 года, где было объявлено о том, что обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью. Необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях. Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям и мятежам. О характере политики Алаша говорит письмо из штаба армии командующему Туркфронтом Михаилу Фрунзе от 21 декабря 1919 года под грифом «Срочно, совершенно секретно», подписанное командармом Кашириным и членом Ревоенсовета Шеншевым. В нем говорится, основой политической деятельности руководителей киргизского народа должно было явиться первое – фактическое самоопределение киргизского народа, второе – сохранение беззащитного киргизского народа от насилия и разорения на почве обострившейся политической борьбы между двумя крайними течениями. Необходимая двойственность политики Алаш-Урды заключалась в формальных, бумажного характера соглашениях с казаками, а с другой – в оказании импассивного сопротивления. Так, состоя официально в союзе с уральским казачеством, Алаш-Урда систематически уклонялась от участия ее реальных сил в активной борьбе с советскими войсками. Такая политика приносила действенную, существенную помощь населению. Хотя командир армии Каширин еще в одной телеграмме просил дать гарантию для защиты переходящей Алаш-Урдинской группе от возможного насилия со стороны местных воинских частей, хотя Совнаркомом было сделано распоряжение не подвергать преследованию киргизских политических деятелей, хотя бы активно принимавших участие в борьбе против советской власти, мы знаем, что все эти прошения и распоряжения носили временный характер. Оказавшись между двумя жерновами, красных и белых, деятели Алаш-Урды в условиях политического цейкнота действовали глубоко продуманно и решительно. Глава правительства Алаш-Урды Алихан Букиханов направлял Халела Габбасова и Джаншу Досмухаметова в Москву на встречу с Лениным и Наркомом национальности Сталином. С ним же Халел Габбасов ввел переговоры по телеграфу, встречался и общался с Лениным и Ахмед Байтурсынов. По поручению вождя пролетариата входил в разные комиссии. Полного понимания, однако, быть не могло. Слишком разные были цели у сторон. У одной на знамени была начертана диктатура, у другой – историческая судьба всего народа. «Насколько понятна была киргизм, февральская революция, настолько непонятной показалась революция октябрьская», писал Ахмед Байтурсынов в 1919 году. «Большевистское движение на окраинах России сопровождалось повсюду насилием, грабежами и злоупотреблениями, своеобразной диктаторской властью». Эти слова с предельной точностью повторяют выводы большевика Сидельникова из его письма Ульянову Ленину. «За последние 50 лет жизни, полное напряженного желания догнать русских в хозяйстве, 9 десятых казахов стали практическими и подсознательными пацифистами. Почему они стояли за учредительное собрание и были принципиально против большевиков и гражданской войны? Очень просто», – продолжал автор письма. «Им, пацифистам, мирный законный путь к разрешению спорных вопросов всего более по душе. Получишь все, что тебе следует, отдашь, что с тебя причитается. Никого тебе не надо бить, никто тебя не побьет». Сидельников завершил свое послание рекомендацией. «Надо дать ход киргизской, казахской, неграбительской интеллигенции. Надо перестать приставать с ножом к горлу, крестись в коммунизм. Они и сами потихоньку это сделают, но умно, осторожно и целеобразно. Эти суждения особенно ценны и говорят о том, что люди, стоявшие у истоков движения, сумели не только наилучшим образом выразить интересы народа, но и убедить здравомыслящих людей в чистоте и благородстве своих побуждений. Все это достойно восхищения». «Уничтожить сразу такую авторитетную партию для большевиков было опасно. Если уничтожить эту политическую силу, значит настроить против себя 6-миллионное население Казахстана, среди которого были представители всех рас, включая европейцев и славян. Идеители Алаша стремились использовать в строительстве советского государства, при этом не давая развиваться общетюркской идее государственности в Средней Азии. С 2020 года началась политическая зачистка. В президентском архиве есть документы о распоряжении из Москвы по гранвойскам об уничтожении людей, принимавших участие в радикальных движениях против советской власти, в том числе и движении Алаш. Этих людей не брать в плен, а уничтожать. Относительно деятелей Алаша, работавших в советских органах, была задача определить степень их лояльности к советской власти и, начиная с 2023 года, постепенного их вытеснения. До 2024 года они были практически вытеснены. В отношении многих выявляли факты экономических преступлений. Алаш Орда – это блестящая когорта первой национальной интеллигенции. Она вышла на арену культурной жизни Евразии всего-навсего через полвека после поразительного одиночки – Чокана Валиханова, след в след великому Абаю. За кратчайший срок она успела стать такой силой, что ее неоспоримые политические аргументы можно было заглушить только с помощью мощной артиллерийской канонады. В этой плеяде встает удивительно яркая фигура Алихана Бгейханова. Признанный лидер движения, будущий председатель правительства Алашской автономии, Алихан окончил Омское техническое училище, затем Санкт-Петербургский лесотехнический институт. Со студенческих лет в северной столице России находился в первых рядах политической борьбы. Изучал марксизм, программы других партий, избирался депутатом Первой Государственной Думы. Редактировал издававшиеся в Петербурге газеты «Меньшевистскую товарищ», «Кадетские речь», «Слово». Был комиссаром Временного правительства Патургайской области. В эпоху Великих Потрясений лидеры партии Алаш взвалили на себя реальную, деятельную ответственность. Рождались идеи в результате глубоких знаний народной жизни. В конце 19-го, начале 20-го века Алихан Букиханов с целью изучения и защиты земельных интересов населения участвовал в экспедициях Щербины и Швецова. Результаты этих исследований легли в основу решения Алашского съезда по земельным отношениям. Лидеры Алашского движения были рядом с теми, кто в нечеловеческих условиях был занят на тыловых работах во время Первой мировой войны. Озаботились устройством тех из них, кто после войны возвращался в разоренные и обмещавшие аулы. Выдающийся политик Алихан Букиханов писал рецензии на сколь-нибудь заметные произведения, осмысливал наследие Абая, помог изданию первого сборника стихов поэта. Написал научное исследование, что такое роман. Переводил русских, индоязычных и тюркоязычных писателей. Проявил себя замечательным фольклористом. Глубоко исследовал также историю своего народа. Его труд, исторические судьбы Киргизского края и культурные его успехи опубликован в 17-м томе «Россия». Полное географическое описание нашего Отечества, изданного в Санкт-Петербурге в 1903 году. Ахмед Байтурсынов. Человек-академия. За годы неустанной борьбы за свободу и равенство своего народа успел создать прочную основу казахской лингвистики и литературоведения, в том числе обоеведения. Халел Дос-Мухамедов – золотой медалист Санкт-Петербургской императорской военно-медицинской академии. Работал военным врачом в Пермской губернии, Туркестанском и Уральском русско-казачьих батальонах. Жакиб Акбаев золотой медалью окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Первый казахский магистр права. Мухамеджан Танышбаев – первый инженер-транспортник казах. Получил образование также в Петербурге. В студенческие годы активно участвовал в деятельности оппозиционных партий. Выступал на съезде автономистов в северных столице. Избирался во Вторую Государственную Думу. Был комиссаром Временного правительства по Семеречию. Мустафа Чукай – выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета. В студенческие годы по рекомендации Алейхана Бухгейханова работал секретарем мусульманской фракции в Государственной Думе. Владел пятью иностранными языками. Алихан Ермеков – один из немногих уцелевших в годы репрессий. Впоследствии ставший выдающимся математиком с мировым именем. С золотой медалью окончил гимназию в Семипалатинске. Затем – Томский технологический институт. Певцом, настоящим вдохновителем движения, стал Муржакет Дулатов. За сборник «Пробудись, казах», изданный в Уфе в 1909 году, многотиражно переизданный в 1911 году, подвергся преследованиям, многие месяцы проводил в застенках. Каждого из деятелей Алашского движения отмечает колоссальная политическая воля и высокая человечность. Удивительную эту галерею портретов замечательных людей, к сожалению, невозможно отразить в коротком документальном фильме. Политическая платформа и практические действия первой казахской интеллигенции, впоследствии объединившихся под знаменем партии Алаш, были своевременны и актуальны, были просты и понятны широким слоям населения. Во главу угла ставилось просвещение. Учились все – дети, взрослые. Начальные звенья национальных школ стали появляться почти в каждой волости. На Втором Всеказахском съезде его участники выступили за территориально-национальную автономию киргизских областей в составе Федеративной Демократической Республики России, за приостановление и изъятие земелью киргизов, равноправие женщин, всеобщее начальное обучение, духовно-культурное возрождение. В предстоящем объявлении автономии учитывалось мнение многих народностей, живущих на территории Казахстана. Все это была не только риторика. «В чьих руках печать, у того будет и власть», говорил Миржак Ибдулатов. По сведениям, с 1913 по 1917 годы за пять лет на казахском языке выпущено полтора миллиона экземпляров печатных изданий, книг, газет, журналов. В Троицке выходил журнал «Айкаб», в Уральске – «Казахстан», в Семипалатинске – газета «Сыры Арка», журнал «Абай». В газете «Казах», которая сыграла большую роль в формировании идей алашского движения и распространении их, 21 ноября 1917 года был опубликован проект программы «Алашской партии». В истории Алаш-Орды город Семипалатинске имеет особое место. В 1918 году этот город стал столицей алашской автономии. С этого момента алашское движение тесно связано с событиями, происходившими в Семипалатинске. Здесь созданы областной и городской комитеты алашского правительства и алашские войска. Лидеры алашского движения, интеллигенция во главе с Алиханом Букихановым, Миржак Ибдулатовым, самоотверженно трудились над построением нового казахского государства. В журнале «Абай», у истоков которого стоят великие алашардинцы Жусибя Каймаутов и Мухтара Уэзов, публиковались материалы о бедственном положении казахов после беспощадного подавления народных выступлений 1916 года против мобилизации молодежи на тыловые работы Первой мировой войны. Преследуемые карательными отрядами сотни тысяч семей бежали в Китай. По сведениям Мухаммеджана Тунышбаева, больше половины их погибли на чужбине. Вернувшиеся на родную землю продолжали гибнуть во время большевистской политики коллективизации. Журнал «Абай» встал на защиту народа. Звоном клинка, грохотом орудий двинулся 20-й век на стель. Горстка мужественных людей встала грудью, чтобы защитить ее, не допустить всенародной трагедии. Степной край облетели их слова. Соотечественники русский народ, единоверцы-мусульмане, а также другие соседние народы горят в пламени пожара. Они призывали казахов к защите государства российского в Первой мировой войне. Этих людей объявили врагами народа. Они были безжалостно уничтожены. Здесь встает зловещая фигура Шая Ицовича Исаковича, обогревшего руки в крови миллионов безвинных людей. В Казахстане он известен как секретарь казахского крайкома Филипп Голощокин. Голощокин остался в памяти как кровопийца не только в казахстанской, но и в российской истории. По последствиям геноцида, направленного на уничтожение народа, Казахстан стоит на втором месте после Украины. Взгляд Голощокина на Алаш-Орду. Ее необходимо уничтожить до третьего поколения. В советском энциклопедическом словаре читаем «Алаш – контрреволюционная буржуазно-националистическая партия, идеология пан-исламизма и пан-тюркизма». На деле же, благодаря влиянию Алаш-Орды в Казахстане, началось духовное пробуждение нации, переоценка национального сознания. Есть основания говорить, что народ поверил в своих лидеров, последовал за ними, почувствовал себя реальной политической силой. На земских выборах Семипалатинского уезда конца 1917 года представители казахской национальности получили 38 мест из 40. В начале 1918 года на выборах в учредительное собрание по тому же уезду среди 14 списков партий и общественных организаций список Алаша занял первое место, получив 58 300 голосов из 70 200 возможных. «Больше интереса к выборам проявили киргизы», писала газета «Свободная речь». Идеи Алаша совпадали с интересами народа, с наибольшей точностью отражали их. Стратегия же всецело состояла на гуманистических и интернациональных идеях Абая. Не случайно среди борцов движения мы видим сына поэта Турагула, племянника Шакарима, духовного наследника поэта Мухтара Ауэзова, также Анияра Молдобаева, чья жизнь неразрывно связана с именем Абая и многих других последователей поэта. В 1921-1922 годах в знаменитом доме Анияра жили миржакы Птулатов и Алихан Букиханов. В этом же доме они были взяты под арест. Страстно желали эти люди великих перемен. Но без великих потрясений, без войн, без кровопролитий. Делали все от них зависящее, чтобы брать под защиту, под свое крыло, безоружный, беззащитный, ведущий мирный образ жизни казахский народ. Возможность этого видели во взаимопонимании всех народов, живущих рядом, в признании и уважении интересов друг к другу. Если начать со значения слова Алаш, оно означает родство всех народов. Через это понятие обозначается, что страна есть, существует в единстве. Это понятие, которое укрепляет национальное сознание. Советской власти было не нужно. Поэтому эта идея была подвергнута жестокой критике. Эта идея является идеей современного независимого Казахстана и является проявлением стремления народа к свободе. Поэму «Рекви» о трагической участи коняту Упара Кулагер, сбитого на излете, поставил после себя поэт Ильяс Жунсугуров. Та же участь постигла самого поэта и многих его современников, которые подняли знамя Алаша в то роковое время. По утверждению ученых-историков, казахи пережили 300 лет кровопролитных войн по защите земель своих и своего народа от иноземных захватчиков. Жаждали мира и спокойной жизни на этой земле. Замечательно выразили героизм и миролюбие в прекрасных песнях, эпосах, поэмах Хиса, Достанах. По исконно народной традиции лидеры движения были не только знаменосцами, но и одновременно певцами его, вдохновителями, душою народа. Осознавали себя скорее служителями и защитниками его, талантливыми и разносторонними творцами духовно-культурных ценностей, чем национальными героями. Инженер-железнодорожник Мухаммеджан Канышбаев, проектировщик и строитель Труксиба, находясь в ссылке, работая также на строительстве железной дороги, связавшей Москву с Донбассом, написал замечательную родословную казахов. Все они, юристы, медики, инженеры, технологи, создали основу новой национальной культуры, получившей затем бурное развитие. Нежные, удивительные песни, сочиненные ими под видом народных, пели люди в годы тотального запрета на имена деятелей Аллаши. Некоторые из этих песен вошли в казахские оперы. Невольники чести сошли с политического невосвода с достоинством. В последний роковой час тот же Алихан Бухийханов заявил гордо, никогда не любил большевистскую власть, но был вынужден признать. Аталаша завещана нам быть последовательными борцами за свободу, за прогресс, занять достойное место в мировом сообществе, быть в первых рядах движения вперед, строить духовный мир, где было бы уютно жить всем, без различия, кто на каком языке говорит, какому Богу молится. Завещаны единства и согласия на веки веков. Планы бессмертных героев Аллаш народ Казахстана сегодня воплощает в жизнь. Мечты осуществляются, переходят в реальность. С Алашским движением связаны самые яркие, героические страницы нашей истории. Мечты светлые, думы тяжелые и тревоги сильные сынов народа, посвятивших себя борьбе за счастье. Самую высокую оценку движению Аллаш дал президент Назарбаев. Великие деятели Аллаш заботились об интересах нации всего народа. Участники движения Аллаш искренне верили, что свержение царя принесет казахскому народу долгожданную свободу, говорил президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на встрече с журналистами казахскоязычных средств массовой информации. Но этого не произошло. Люди погибли за идею. Но именно они пробудили в нас стремление к независимости. Счастье ее обретения выпало нашему поколению. Накас Аллаша для нас сохранить свое историко-культурное единство. Накас Аллаша беречь и укрепить согласие. Человечество извлекает немало уроков из минувшего. К сожалению, эти итоги не всегда наполнены светом добра и энергией созидания. В трагической странице истории остается для нас память о миллионах людских судеб, принесенных в жертву, ветеринарной идеи построения коммунистического рая на земле. Идеи, основанные на насилии, где тысячи и тысячи лучших сыновей и дочерей казахского и других народов погибли в сталинских застенках, полегли от голода, были лишены корней отчей земли. Незнающая пощады, тоталитарная система отбирала на костер инквизиции впервые в очередях тех, кто представлял свет нации, ее передовую мысль, созидательную силу, обостроенную совесть. История учит нас, что все, что сотворено руками человека, рождено его духом, непременно получает оценку последующих поколений. Сегодня и мы, живя в независимом Казахстане, открыто говорим о суровой правде прошлого, даем непредвзятую оценку тому времени, убеждены, что подобные ужасы не повторятся в будущем. Победившая диктатура пролетариата жестоко расправилась с алашкицами, но не смогла стереть память о самом движении. Рассказывая о героических делах одной части казахской интеллигенции, мы ни в коем случае не хотим ее противопоставить другой, а именно той, которая избрала иной путь, навсегда связала себя с партией Ленина, верой и правдой служила большевистской идеей до последнего дыхания, которая у большинства из них также оборвалась в роковые 30-е годы. Поэтому пусть не реквиемом прозвучат эти слова по тем и другим борцам и творцам, а гимнам их мужеству и отваге. Их мечты, пути героические сошлись в сегодняшнем дне. Те и другие хотели только одного построить свободный дом для казахов, единственное свое отечество. Мало кому из них было суждено пожить в нем, в доме этом. А может быть, в том именно и справедливость, что те и другие рыцари духа построили этот дом не для себя лично, а для народа Казахстана, для заманчивого будущего, которое пришло сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok